всем привет наши дорогие любители крыма и путешествий очень много видео в которых ирочка не участвовала я их снимал сам она занималась по домашними заботами то еще какими-то заботами ну много у человека забот меня конечно меньше у меня работа съемка видео ребята сегодня вот она вместе с нами поприветствуем ирину александровну мою любимую мирочку и угадайте где мы сегодня находимся ребята находимся мы в ялте светит яркое солнышко такое впечатление что наступила весна хотя ребята зима только заканчивается последние дни февраля на календаре а мы будем гулять по ялте всем показывать и рассказывать погнали находимся мы на площади возле кинотеатра сатурн почему мы решили начать видео здесь не так давно где-то с полгода назад эту площадь это общественное пространство полностью реконструировали сделали сухой фонтан который действительно когда было тепло работал здесь находится как искал кинотеатр сатурн дом торговли ялта площадь в принципе мне после реконструкции нравится это место любят многие жители ялты отсюда начинаются некоторые экскурсии по ялте там сделали вот такие вот качели ну классно ребята действительно классно а мы вместе с вами с этой площади сейчас данный момент стартуем к набережной к морю будем гулять все рассказывать все показывать а почему же мы приехали в ялт а дорогая погулять да ребята и еще потому что ялта это курорт всесезонные люди приезжают сюда летом зимой весной осенью и именно ялту любят многие жители крыма которые на выходные или на праздничные дни приезжают сюда чтоб прогуляться по набережной и также гости крыма которые приезжают в крым на отдых ну а отдых крыму ребята в любое время года до как искал зима заканчивается но так вообще что вот середина весны все зелено ребята все зелено пальмы магнолии классный запах моря я уже чувствую запах моря потому что мы выходим на набережную но набережной ялты как всегда очень много людей ребята и смотрите когда-то в этом здании был макдональдс на материке есть киевси но у нас в ялте ефти евпатория да это евпаторийская сеть ребята она зашла именно сюда в ялту евпаторийская жареная курочка да евпаторийская жареная курочка в различных кафе уже открыты летние площадки люди сидят пьют кофеек наслаждаются какими-то напитками какой-то едой на лавочках нежиться на солнышке ловят эти теплые лучики солнышко светит ярко я расчурится классно ребята действительно и прогуляться по набережной ялты всегда очень и очень хорошо очень часто в комментариях некоторые злопыхатели пишут мне что в крыму людей нет но смотрите для конца зимы на набережной ялты людей достаточно много на различных аттракционах родители катаются их детей детей достаточно много и летом это набережная будет заполнена полностью будут толпы людей будет такой муравейник-человейник но и зимкой смотрите яркое солнышко выглянуло из-за тучек люди вышли прогуляться как говорится на людей поглазеть и себя показать ну очень много людей здесь рыбаков конечно немного в данный момент сидит ловит рыбку ну в ялтинском порту вот здесь стоят какие-то яхточки прогулочные катера на которых вам предложат различные морские прогулки морскую рыбалочку в принципе все стандартно да в ялте мы не были очень и очень давно и вот как-то решили сюда приехать вы гулять себя будем говорить так вечно зеленая ялта конечно радует глаз но те кто хотя бы один раз сюда приехал они пишут в комментариях и рассказывают своим друзьям что здесь очень дорого очень дорого например покушать за жилье говорить не будем да здесь именно возле набережной центре ялты еда всегда дорогая все кафе очень дорого но есть столовые столовая по-домашнему это не реклама ребята это не реклама мы там кушали мы там кормили александра канал алексид да абсолютно верно но стоит чуть-чуть отойти в сторону от набережной буквально один-два квартала и сразу найдется кафе где будут приемлемые цены можно мониторить в интернете например забиваете где покушать в ялте бюджетно различные сайты люди пишут свой отзыв вкусно невкусно многие там приводят ценник так что при этом ялту можно приехать и найти где покушать бюджетно ну я думаю остановиться бюджетно тоже можно найти ну смотрите как много зелени и как много людей здесь вот неспешно прогуливаются на набережной беседочки зеленая травка все было благоухает все цветет все радует глаз из различных кафе звучит такая легкая музыка ненавязчивая легкая музыка звучит она абсолютно не мешает прогуливаться не бьет по ушам пока в данный момент нет зазывал возле различных кафе его возле некоторых кафе конечно же стоят официанты которые выходят и так ненавязчиво приглашают вас зайти к ним где-то кто решится затем может быть нарвется на какие-то плюшки скидки имею ввиду смотрите мы идем дальше людей все больше больше и больше площадь меньше 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 и действительно я смотрю что в ялте любили ребята очень очень много и давайте вместе с вами опустимся морю ребята мы все гуляем по набережной а в ялте тоже есть море очень много людей вышло послушать шум прибоя подышать морским воздухом насладиться всем этим да люди уже загорают ребята есть загорающий вот без верха очень великолепно здесь посидеть на пляжной гальки послушать шум воды подышать морским воздухом просто ребята получить вот такой небольшой релакс на набережной ялты как всегда очень много уличных музыкантов они развлекают вас и и зарабатывают денежку если вы конечно пожелаете их проспонсировать но смотрите какие великолепные виды отсюда открываются ялта горы в облаках облака окутали вершины гор и просто великолепно вот так гулять по набережной любоваться этими видами все это смотреть слушать но хочу поговорить с вами про виллу софия правительством крыма принято решение о том чтобы ее национализировать и передать к кому-то детскому учреждению вот она перед вами вилла софия пишите в комментариях как вы считаете правомерно это действие не правомерно это действие нужно ли делать именно так или нужно ли оставить виллу софия в собственности софия ротару но вилла честно говоря вот этот исторический дом он просто прекрасен ребята просто великолепен в ялте очень много различных исторических памятников красивых домов возле некоторых памятников люди фотографируются делать фотографии селфи ходят наслаждаются действительно смотрите атмосфера ялты она прекрасна возможно найдутся зрители этого видео которые напишут в комментариях что это видео не несет никакой полезной информации что ты подобился многим блогерам которые гуляют по ялте просто показывают набережных и ничего больше но так как мы сегодня решили выехать именно в ялту это видео такой вот прогулочная релакс просто гуляем показываю вам как выглядит набережная ялта как выглядит сама ялта конечно есть и другая ялта и когда-нибудь мы до нее доберемся то ялта которую вы не видели ну возможно увидел видео некоторых блогеров но это сегодня у нас вот такое обычное прогулочное видео кому-то может быть интересно кому-то не интересно ну а кому она не интересно уж не обессудьте сегодня вместе с нами прогулялись по ялте на нравится вам это видео или не нравится нравится такая прогулка или не нравится все пишите в комментариях мы читаем все комментарии и рачка читает я читаю я отвечаю и рачка реже отвечает ребят и здесь возле инсталляции на которой написано ставятся кстати в виде сердца написано ялта город счастья установлена лавочка для влюбленных мы просто вынуждены закончить это видео из ялты из этого города счастья из этого солнечного прекрасного города курорта ну носим не смеем вас задерживать всем пока до встречи в следующих выпусках вы у